Всем здравствуйте! Перед заточкой короткое видео. Первое, которым, наверное, будет второе. Надеюсь, что сегодня будет второе присоединено, то есть уже заточенный бритв, надеюсь. Что у нас на данный момент? Это вот такие вот бритвки. Вот. Собрал я их. Клепки думал, не знаю, полировать, не полировать. Может, полирую, не выдержу. Так вот покажу. То есть сейчас пару слов об этом я еще хочу сказать. Это вот из кости. Может, протру как-то. Ну, вот, допустим, вот кость. Так, в резкости. Вот, видите, какие-то такие фигненькие. Я их, конечно, еще немножко заполирую, но до конца не уберется. Вот это натуральный материал, его недостаток. Но, с другой стороны, его достаток в том, что он смотрится четко и жесткий, прям, как стекло. Вот тоже недостаточек. На прочность не влияет. Проверял, но что есть, то есть. И вот эту бритвку вот собирал тоже вот кап ореха. Тут я уже сам сломал, а вот изначально она сломалась вот тут. Вот так вот. Что хочу сказать по этому поводу. Я сейчас думал опять заведу, я, наверное, ручку буду. Опять все заново делать. Потом подумал, а зачем? Если надо будет, я потом это соберу. Вообще проблем нет. А, во-вторых, вторая причина, почему я решил не собирать сейчас ее заново, заготавливать оправу, то есть, потому что я хочу ее клинком выложить на сайте. Такого клинка на сайте еще нет. Пускай будет. А потом уже посмотрим, пригодится он кому-то, или я его соберу в бритву. Вот так вот. Так, еще, да, пару слов я хотел сказать, что? По поводу оправ, то есть, давайте начну с того, то есть, что мне недавно, вчера, или позавчера, не помню. Вчера, кажется, неважно. Пришло письмо на электронную почту от одного заказчика. Он заказал бритву бюджетную. И вот, говорит, бритва пришла с сломанной ручкой. Я точно не понял, мне кажется, вот тут же она сломана. Вот так же вот. Ладно. Бритва, говорит, пришла с сломанной ручкой. Ну, говорю, то есть, как упаковка-то, говорю, там целая, не целая. Я знаю, что упаковка, там она пузырчатая, вот эти вот клеенка с пузырьками, там картон в коробке лежит, там всё это газетами проложено. В общем, там, ну, я не знаю, как её убить просто. Но на этой земле бывает всякое. На то, что даже и не бывает, не подумаешь. Поэтому допускаю я все варианты, что она может быть даже как-то пришла сломанной. Вот. Но чаще, чаще всего бритвы вот в ручках, то есть, ломают именно потребители. И мне было так сказано, с таким упрёком, ну что, я спрашиваю, там, точно не сломали сами или как? Ну, мне интересно, то есть, причина. Мне всегда интересна причина для чего? Чтобы в будущем как-то избегать эти моменты, обходить их, пытаться. Вот. На что мне как-то сразу было так грубо, как бы, что ли, не знаю, ответ такой был. Ну, что теперь, это, значит, моя проблема? То есть, то, что ручка сломалась. Мужики, я никогда никого не кидал и никогда никого не кину. Если вы, у вас сломалась ручка, то есть, даже вы её сломали, но бывает. Я понимаю, что вы сейчас куда побежите, там, то есть, у вас негде самим сделать, вам вообще просто нет желания на это, то есть, что-то делать. Кому-то обратитесь, они с вас денег сдерут, то есть, я и понимаю. Поэтому я никогда никого не кину. Я уже, вот, одному из заказчиков уже переделывал ручки. Там причины были две. У одной тоже так сломалось, а у второй просто не понравилось, захотелось другую. Да, мне это немного мешает. Да, мне это, как бы, слегка даже напрягает, но я не тот человек, который кинет того человека, который, то есть, обратился ко мне, поверил в меня и вообще взял мою работу. Поэтому по-любому, да, конечно, проблем нет. Сделаю в любом случае. Вы сломали, там, сломана она пришла. Вообще не важно. Это не важно. Второй вариант. То есть, у меня уже два, три, три случая у меня уже с такими вот, как бы, претензиями, что ли. То, что, вот, допустим, я переплатил, там, были отправлены с наложным платежом, именно. Вот когда предоплата, там вообще вопросов нет. А когда с наложным платежом, то почта, там, берёт за доставку, там, 500, 700, 1000 рублей, там, полторы даже может взять легко, там, смотря, какая стоимость бритвы. Там, здорово зависит от веса, от стоимости наложного платежа. И вот, ко мне, вроде, претензия. Почему, вроде, как бы, то есть, я бы должен уплатить вот этот расход. Вот, да блин, я не против, если это была моя вина, если я с вас взял эти деньги. Но это не я взял, это почта взяла за доставку. То есть, вопрос, почему к ней не возникает, к почте. Позвонили, сказали, что это фигня, верните мне деньги. Вы что меня тут бесплатно не отправили? То есть, как бы, вот, ну, не знаю, может, где-то я и не прав в чём-то. Ну, вот так вот вызывает недоразумение. Потому что, допустим, если я где-то что-то там заказываю, и мне что-то там так, нет, так, что-то получается. То я, как бы, понимаю, что не тот человек, который мне отправлял с меня эти деньги, взял, а почта. Если какие-то вопросы возникают, то я понимаю, что у них почта возникает. Но я никогда не обращусь с таким вопросом ни к почте, ни к правительству. Всё жизненное. У всех всякое бывает. Вот. Да. По поводу самой тонкой подводки. Ну, не знаю. Я попытался это определить. Они какие-то все одинаковые подводки, у всех тонких. То есть, может, там, в каких-то там микронах есть разница. Мне показалось, что вот тут вот это тот самый вариант. И поэтому собрал вот её в костяную оправу. Эту тоже собрал в костяную, но я не знаю. Вот честно сказать, я не знаю. Не получилось определить. Тем более, я там уже рассказывал, что я оставляю, то есть, вот тут вот лёгкое такое, то есть, утолщение на самой прям кромочке, для того, чтобы вводить было остриё. То есть, более доступно это было. Вот. И даже при второй или даже третьей заточке, именно заточке бритвы, эта кромка сделается уже, причём в разы. Вот. Ну ладно. Начинаю точить. Знаю, что время это займёт на это очень много. И поэтому обещать не буду, но надеюсь, что я к этому видео прикреплю вторым видимо заточенной бритвы. Всё, пока. Так, обещал, как и рассчитывал в видео, будет составлено с предыдущим вот этих вот заточенных бритв. Бритвы заточились, отлично заточились. Сразу хочу сказать, что удивило то, что когда ещё вот так вот лежали отдельные клинки, один человек, не буду сейчас ни имён говорить, ничего, не любитель этого дела, вот, то есть, посмотрел на эти клинки, просто посмотрел через вот этот монитор и как бы её определил, самую тонкую подводку. Может, угадал, конечно, я не знаю, но вот она. То есть, как раз та самая бритвка, о которой шёл разговор. Самая тонкая подводка. Вуаля! Давайте покажу, что получилось. Вот тургим. О, всё-таки заусенчик-то я на кончике думал, что она там волосок-то не очень рубит. Ну, я зачастую вот этот вот остаток заусенца оставляю пользователю. Спасибо мне за это не скажут, конечно. Ну, сейчас махну на ремни ради этого, чтобы просто было. Так, резкость. Вот здесь без усиенцев. Да, все пошибал. Сейчас всё-таки на то я махаю ещё на ремешке. Раз 20. Ай, чуть не спонул. Это вот заточенные уже бритвы. Вот это та самая, с самой тонкой подводкой. Не зря на неё косточку поставили. Ох, не зря. Но, я ещё раз повторюсь, что самая тонкость подводки, она впереди... А, вот заусенечки оставил. Вон, видите, наверное, блеск. Так. Ага, вижу. Сейчас тоже на ремешок. Домбить, как говорится. Слово неподходящее, но... Народное. О, ещё одна бритвка. У них, в принципе, подводки всех одинаковы, в принципе. Но, такое микро-различие есть. Вот у этой вот, явно, чуть толще, чем вот у этой бритвы. Вот с этим вообще даже уже не вспомню, как она там... Да, ещё раз хочу повториться, что... По поводу ширины вот этой линии заточки сейчас. Я уже как-то показывал, говорил, как я затачиваю. Ой, как я подводку делаю, затачиваю. О, чём я уже... Тонко заточенная была, я поднажал. Вот так, допустим. Ну, да. Ну, хотя бы, понятно будет. Вот, как выглядит геометрия. Грубо, конечно, нарисовано. Вот на самом острее, вот есть такое вот микроутолщение. Оно и даёт у всех моих бритв завышенную ширину заточки. Это правильная геометрия. Я помню чертежи. Помню все эти вот... С производства, которые в руках держал. Производство бритв. Что это должно быть так. При второй, особенно третьей заточке, заточке, а не правке. Вот это вот микро расширение, вот это вот утолщение микро. То есть, оно стирается. И подводка с каждым разом всё тоньше и тоньше. Ну, если кому это вот очень так прям важно. Вот. Почему часто встречаются, например, у старых бритв особые тонкие подводки? Потому что они уже вот эти вот утолщения, которые там были, они практически у всех производителей такие есть. С нуля когда. Вот они уже стерлись просто-напросто. Причём там уже стерлись не вот прям вот чуть-чуть. А вот так вот уже прям. Вот. Дальше. По поводу заусенца. Как тут тоже говорят, мол, я этот заусенец тут выглаживаю так, что этот заусенец бреет. А бреет он недолго и неважно. Вроде как бы, наверное. Причём это говорит не пользователь моих бритв. Вот. Заусенец соглашусь, что можно его выкладить так, что он останется и потом закатается. Но это относится к сырым бритвам. Вот опять же вот этот вот 18-й, там начало 19-го века. Ну и 19-м они попадались. Не буду говорить. Они сейчас есть у некоторых производителей сырые бритвы. Вот. Я эти рекламу никому делать не собираюсь. Поэтому говорить не буду. Чи и какие. Но вот там как раз именно вот об этом говорится. Просто чтобы заусенец скрошился, а он должен скрошиться, прям отвалиться. Бритва должна иметь твёрдость там более 60 единиц. Как минимум. А желательно вообще 62 минимум. Если прямо, чтобы вообще он хорошо крошился. Если он не крошится, да, его правильно можно выкладить. Он застрится, этот заусенец. Но потом закатается при бритье. Поэтому к закаленным бритвам этот момент вообще никак не относится. Закаленные бритвы, они, заусенец у них отлетает. Вот таких. Вот такой твёрдости. Ну и что ж. Сделаю всё как обещал. Бритвку я вам напишу по поводу бритвы. Отложил. Остальные три развешиваю на сайте. Клинок тоже развешиваю на сайте. Что ж мне ещё спрашивают? А, как, чем затачиваю я бритвы, которыми я бреюсь лично сам. Вот этот вопрос, конечно, вообще неуместный для видео. Потому что я их затачиваю, на чём придётся и как придётся. Если я вам даже расскажу, многие из вас ахнут. Мне просто по-барабану, как я её затачиваю, какая там ширина заточки, какая там... В общем, нарушаю 50% всех правил заточки. Но она у меня волосы рубит, рубит. Бреет, бреет. Отлично, причём бреет. Но всё, мне больше ничего не надо. То есть я могу свою бритву заточить вот на чём попало. Главное, чтобы просто... Чтобы она просто была острой и реально. Всё. Для вас затачиваю совершенно другим способом. Вот. Руководствуюсь правилами заточки. Вот такими уже установленными. Вот. Поэтому это вообще небо и земля. В районе вот сравнения... То есть в смысле сравнения заточек. И я думаю, не стоит даже оглашать, как я затачиваю именно свои бритвы, которыми я сам бреюсь. Вот. Ну, в принципе, принцип тот же. Просто средства более такие бодрые. Потому что у меня нет времени, чтобы заточить свою бритву. Вот по всем канонам. Вот. Да мне вот это вот сейчас я вот практически весь день... Ну, не весь день. Ну, очень много времени, в общем, потратил на то, чтобы их вот эти бритвы заточить. За это время я тут могу столько дел переделать. Столько всего перевернуть. Ну, вот. Что делать? Надо, значит, надо. Иногда завидую некоторым немецким производителям, которые вообще не затачивают бритвы. Вот. Вот, мол, приобретай, сам затачивай или носи кому-то заточить. Вот. В некотором смысле даже завидую. Потому что я вот сейчас, например, мог завести еще тут бритвы. У меня лежат еще заказные. Поэтому надо тоже делать. Вот. А время ушло на это. Ну, ладно. Не подумайте, что я тут плачусь. Просто говорю, как есть. Факт констатирую. И делаю, как должно это быть. Все. В общем-то, все. Да. Клепки я не стал полировать. Вот. Не все. Не стал полировать. Ну, давайте так покажу. Вблизи. Почему? Потому что затянул не сильно. Затянул не сильно. Побоялся, что может кто-то лопнуть. Особенно по кости. Она не любит вообще такой хорошей затяжки. Но. То есть. Вот. Свободного хода нет. То есть. Она сама не падает. Но. Очень легкий ход. Вот. То есть. Она сама не будет закрываться. Ну, мало ли. Кому-то захочется ее. А вот эта маленькая закрывается и стрясти. Нет. Тоже не особо. Но она фиксируется. Эрлом. В оправе. Вот сейчас. Вот здесь она чуть-чуть имеет упор. Как бы уперлась. Потом. Хоп. Все. Она уже никогда не откроется. Пока вы сам не откроете. То есть. Я оставил вот этот разбег для подтяжки. Может быть она вам пригодится. Может быть. Нет. Не знаю. Что показывает. Мутерно. Вот. Ага. Вот. То же самое. Вот она вроде пытается. Вот. Слегка сдвинулась. То же самое. Вот здесь она притормаживает. и дальше захлопывается закрывается тут микро микро не откроется тут вот тоже здесь тормозного защелкнулась вот как то так все это работает вроде все рассказал вот и все показал да пожалуй да вот на этом думаю точно все и что ж сейчас пойду тут еще делаю часика 2 тут нет родила и направлюсь уже ближе к компьютеру чтобы вот это все на сайт начинать подвешивать там фоткать может видео сниму видно будет все спасибо за внимание всего доброго до новых встреч спишемся увидимся